Здравствуйте! Вы на канале Russian Path. Меня зовут Анастасия. Меня зовут Сергей. Мы соскучились по русской бане. Веники, тазики, парилка, свежий воздух. Наконец-то выходные. Пора на природу. У моих родителей есть дача. Вы уже там бывали, но сегодня мы едем туда, чтобы... Что делать? Париться в бане! Большинство дач в России располагаются вблизи города и имеют статус садово-огородного участка. Там есть временная вода для полива растений, которая течет по трубам вдоль домов. Есть электричество, которое люди зачастую и используют для приготовления пищи и отопления помещения, как альтернативу печам времен СССР. Это не деревня, и люди не живут там круглый год. Как правило, это сезон, весна, лето, осень. Весной все едут сажать разные растения, летом ухаживают за ними, а осенью собирают урожай. Люди отдыхают там во время своего отпуска на работе. После того, как урожай собран, люди маринуют его или консервируют. Делают разные соленья, варенья, варят компоты и потихоньку перебираются опять в свои квартиры в городе. Участки разбиты на сектора площадью, как правило, от 4 до 6 соток. Сотка. Это 100 квадратных метров. И все садоводы и мелкие хозяйства меряют свою землю в сотках. Я вам хочу представить моего папу. Это Сергей Вячеславович. И сейчас мы с папой будем топить баню. Пап, расскажи, пожалуйста, что мы будем делать? Залить воду. Что сначала нужно сделать? Заливаем воду. Куда? Пачок для горячей воды. Вот в этом баке будет греться вода. Да. Какой объем бака, пап? Сколько литров? Десят. Пять ведер по 10 литров. А зачем ты во флягу воду наливаешь? Резервная вода. Вдруг не хватит. На всякий случай. Про запас. Итак, легкий банный вокабуляр. Значит, ковш. Вот это в данном случае пластмассовый ковш. Бывают еще и металлические ковши. Таз. Обычный пластмассовый таз. Один таз для умывания, для мытья. Другой для ополаскивания. Так, пойдемте сюда. Вот металлический таз. В нем веник. В данном случае веник березовый. Вот он здесь запаривается для того, чтобы можно было хорошенько им похолестать по ногам, по пяткам. Чтобы вот эти самые ноги, которые надо держать в тепле, мы их вот как раз и пропарим. А когда вода нагреется, она же будет очень горячий кипяток. Правильно? Да, да, кипяток. Так, а чем мы будем разбавлять? Где будет холодная вода? Вот из крана, если она есть. А ее может не быть? Да. А почему ее может не быть? Ну, потому что если жаркое лето, сама ведь знаешь. Жаркое лето, значит воды не хватает. То есть плохой напор может быть, да? Да, плохой напор. Ну, вот мы набрали еще воду в ведро холодную, поэтому ее тоже можно будет использовать. Так, это наша печка, правильно? Что мы сейчас будем делать? Убрать золу. Старую. То есть зола, которая осталась от предыдущего раза, когда топили печку, ее нужно убрать сначала. Куда мы ее потом, эту золу? Что мы с ней будем делать? Под растение высыпаем. А для чего это нужно? Как удобрение. Ну, то есть зола является удобрением. Те, кто занимается садоводчеством, они знают. Ну, а те, кто не знает, вот, пожалуйста, вам совет на будущее, если вы когда-либо захотите заняться садоводчеством. Здесь бочка, бидон, бидон с холодной водой, для того, чтобы можно было разбавлять кипяток. Здесь у нас с вами, значит, вот каменка. Здесь эти горячие, горячие раскаленные камни, которые из, ну, жаром здесь вот накалились. Мы, значит, берем кипяток. Это кипяток, там, 100 градусов. Ох, немножечко пару сдаем. Немножко подальше отходите от этого, потому что пар может прилететь вам в лицо и аж парить. Соответственно, нужно держаться на стоянке. Ну, то есть его можно открывать и закрывать, да? Да. Ты, Настя, сама знаешь все, буду рассказывать. Да, это я просто для наших зрителей спрашиваю, потому что они-то не знаю. У них-то там, там, где они живут, у них нет бани. Поэтому я у тебя вот все спрашиваю. Сейчас мы задвигаем это поддувало, правильно? Когда печка будет тыпиться, оно будет немножко открыто, да? Да, будет открыто. А вот это что такое? Это заслонка. Так, она для чего нужна? Ну, чтобы тяга создавалась, в трубе ее открываешь, создается тяга. Да, я вам хотел немножко рассказать о смысле бани. У бани несколько предназначений. Ну, соответственно, помыться, чтобы гигиена была. Вот. Опять же, вода горячая. Можно что-то там постирать и так далее. Если наш организм, когда в него попадает какой-нибудь вирус или какая-нибудь зараза, то включаются защитные реакции, и организм повышает температуру тела, чтобы, ну, убить этот вирус. По сути, нечто такое искусственное как раз происходит в бане. Считайте, профилактика. Профилактика разного рода болезней. Вот это место, вот это что такое? Как это называется? Каменка. Для чего она нужна? Ну, чтобы пар был. Туда горячую воду плескают, и получается пар. Наливаем чуть-чуть. И подальше выходит пар, наполняется комната паром. Сидите, прейте. Какой веник лучше? Ну, я не знаю. Обычно березовый, он самый дешевый. Если дубовый, дороже, есть можжевеловые веники, есть пихтовые. А ты сам любишь париться? Да. Сколько по времени ты выдерживаешь в бане? Минут пять, не больше. Минут пять, а потом выходишь отдыхать, да, в предбанник? Лежат здесь, и их парят веником, вот этим вот так вот. Проходят, а то и двумя вениками вот так вот. Бьют, и, соответственно, увеличивается температура, то есть они разгоняют молекулы, и, короче, становится жарко. Раньше больше было, сейчас все. А потом опять заходишь, опять паришься, да? Ну, да. А сколько температуры вот здесь бывает, когда сильно натоплено? По поводу разновидностей бань. Вот в русской бане температура где-то 60-70 градусов, ну, приблизительно так люди топят. Вот, и влажность приблизительно под 90 градусов, по 90 процентов. Вот. И если сравнить с другими видами, ну, таких сооружений, финская сауна, там что-то говорят 110 градусов, и очень низкая влажность. То есть за счет, вот, за счет низкой влажности получается добиться большого количества градусов. Ну, физика. Вот. А еще есть турецкая аналог, как, Настя, называется правильно? Хамам. Вот, хамам. И этот турецкий хамам, там влажность очень большая, там, я что-то, по-моему, 100 процентов, или не знаю, что это такое. Вот. Ну, может поменьше, разумеется, чуть-чуть. Но температура, там, 60 градусов всего. Ой, не 60, а... Сколько-то я... Ну, в общем, потом уточните, сколько у них там. Ну, из всех вот перечисленных, у них самая низкая температура, но самая большая влажность. В финской сауне самая высокая температура, но самая низкая влажность. А в русской бане, вот, что-то такое, значит, посередине между тем и этим. Так вот, я хотел вам как раз вот про это рассказать и задать вопрос. А, знаете ли вы еще что-нибудь, вот, на вроде финской, турецкой и русской бане? И как она называется в вашей стране, если у вас есть такая? Так, а когда мы будем топить баню? Когда мы будем дрова закладывать? Сейчас. Какие мы дрова будем использовать? Любые, какие попадут. Любые? Конечно. Лучше березовые, они дольше. Но раз березовых нет, топим всякими отходами. Давайте пойдем за дровами. Будем считать полка. Вот, это скамеечка. Для тех, кому слишком жарко, все сидят на скамейке. Для тех, кому самое то, лежат здесь. И их парят веником. Сейчас мы берем дрова. Папа берет дрова. И мы их понесем из сарая в баню, чтобы затопить печку. Папа, сколько дров нужно, чтобы баня затопилась, ну, там, вот, на 3 часа, допустим. И 3 часа держалась температура. В зависимости от того, какие дрова. А у нас какие? Какие попало. То есть, у нас это просто старые, вот, какие-то доски, да, распиленные? Да, да, старые доски. Мы специально не покупали дрова? Нет. Этих дров, значит, 2 капки. Вот это и еще такая же, да? Ну, примерно. Вот столько много дерева нужно, чтобы... Чтобы 3 часа париться в бане. Ух, конечно. Открывай. Ох, друзья. Забыли вам рассказать о мерах предосторожности. В бане ведь важно что? Важно вовремя закрыть заслонку, потому что там может образоваться угарный газ. И когда... Если раньше закроешь, он может образоваться. Да, если раньше, если позже закроешь или вообще не закроешь, останешься без тепла. Соответственно, закрываешь, когда уже все дрова прогорели, а остаются угли и жара. Короче, нужно вовремя закрыть заслонку. Потому что если не вовремя, то дым, угарный газ. И есть еще одна важная штука. Это вот для девочек вот такие шапочки. Для мальчиков тоже шапочки. Вот. Шикарный мужчина. Шикарный, шикарный мужчина. Ну, допустим, это буду я. Так вот, эти вот шапочки, они, соответственно, нужны для того, чтобы... Как ни странно, чтобы голова оставалась холодной. Да, у нас в России есть такая поговорка. Держи ноги в тепле, а голову в прохладе. Это как раз тот случай, чтобы просто внешнее тепло не поступало в голову. А, ну, то есть, какое было, такое было. А тело как раз нужно пропаривать и повышать ему температуру. О пользе бани мы поговорим чуть попозже. А сейчас мы пойдем, мы приняли все меры предосторожности и пойдем париться. Да? Да. Так, до встречи. А что нужно делать, когда дрова прогорят? Закрыть заслонку, чтобы сохранялось тепло. Ну, то, что там потом... А сразу нельзя закрывать, да? Да, потому что будет угарный газ. А чем он опасен? Чем опасен? Ты же знаешь, что ли? Можешь задохнуться. Кстати, слово «угарать» имеет два значения. Прямое и переносное. В прямом смысле мы уже с вами выяснили, угореть, угорать, угореть, это значит подвергнуться воздействию угарного газа и, возможно, даже с летальным исходом. А переносное значение – это... Да ладно, ты что, угораешь? Да. Когда... Сейчас угорает? Это она... По-моему, ты угораешь. Она над вами угорает, по-моему. В общем, когда человек над чем-то очень сильно смеется, мы говорим, что он угорает. Можно сказать, «Я так угорал над этим видео» или «Я так угорала над этим видео», если это девушка. Ну, это не особо распространено, но большее распространение идет, когда вы говорите что-то вроде «Ты смеешься надо мной?» «Are you kidding me?» «Are you joking?» Тогда как бы произносится «Ты что, угораешь, что ли?» Мол, ты издеваешься надо мной? Мол, ты шутишь, ты меня разыгрываешь? Да, что-то типа того. «Ты что, угораешь?» Вот, в общем, пару полезных слов, а мы все-таки пойдем попаримся. Труба, где Сережа, что труба вот такой формы какой-то, такой расширяющейся, это в этом смысл есть? Труба – это сэндвич. Для того, чтобы не было пожара, она состоит из двух слоев. Основная труба и оболочка. Между ними оболочка и основной трубой находится теплоизолятор. Это примерно, ну, я не знаю, как там по-английски, это мин вата, ну, какой-то теплоизолятор. И для того, чтобы не согорелось. Общая температура тела повышается, она не повышается, конечно, до 60-70 градусов, потому что, как вы знаете, белок сворачивается при 42, по-моему, что ли, градусов, что-то в этом духе. Вот, иначе бы мы все сварились как яйцо вкрутую. Кстати, если оставить яйцо прямо на полке, то оно может свариться. Реально люди проверяли. На ютубе есть такие, значит, ролики. Через 10 минут оно будет приготовлено вкрутую. Вот. Да ладно. Ты что, угораешь? Ты что, угораешь? Главное, не парься. Кстати, вот еще одна небольшая ремарочка. Не парься. Вот почему я предлагаю Насте не париться. Это, ну, тоже жаргон. Или как правильно? Сленг. Скорее сленг. Вот сленг «не парься» означает «не напрягайся». Вот. Не знаю, почему. Не волнуйся. Не волнуйся, да. Не знаю, как те, кто вводил это слово в оборот, додумался до такого. Вот. Но, тем не менее, если это в обычной жизни идет речь, то «не парься» значит «не волнуйся». Хотя мы с вами видели, что париться – это значит вот так вот вениками по спине шлепать, чтобы при высокой температуре было очень-очень жарко там лежать, изнемогать. О, хорошо. Бывалые мастера разжигают с одной спички. Дядя Сережа, как у вас с этим делом? Не знаю, как получится. Поджигаем. Ну вот мы и попарились в бане. Сейчас мы пьем чай со смородиной, с мятой. Очень вкусный. И это прекрасное ощущение, когда чувствуешь, что ты отдохнул, и теперь можно лечь и просто ничего не делать. Отдыхать, спать или просто смотреть что-нибудь. Короче говоря, после бани мы… Отдохнули, но устали. Да, как бы это парадоксально ни звучало, отдохнули, но устали. Вот. Не знаю, в общем, приходите в русскую баню. Незабываемое ощущение. Пишите обязательно, какие у вас там виды аналогичных устройств. Технологических. Технологических устройств. Что у вас в стране, ваш народ использует для целей оздоровления и гигиены. До новых встреч. Подписывайтесь. И мы сегодня с вами, кстати, изучили вокабуляр банный. Так вот, в этом банном вокабуляре нет еще полторы тысячи слов, которые есть в нашем вокабуляре, которые мы с Настей специально для вас записывали. Которые можно слушать где угодно. В машине, по пути на работу, в телефоне. Заходите к нам, ссылки в описании. До свидания. Пока-пока. 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 Пока-пока.